Джанго. Окей, принял. Кадыровские совещания очень похожи на кастинг слабоумных актёров на ремейк фильма «Тупой ещё тупее». Эти последние полгода прошлись по ним катком. Выглядят они и не очень безентабельно. Почему товарищ Дыров в своих монологах на чеченском употребляет много русских слов? Нет аналогичных на чеченском? Нет, в основном из-за того, что не знает, плохо владеет чеченским языком. Но в некоторых ситуациях, да, действительно не бывает как бы слова. Такая проблема тоже имеется. И нам приходится какие-то слова реально употреблять, либо их надо брать. Это в основном даже не русские слова, это скорее такие латинские слова, международные такие слова, которые используем. Но иногда бывает ещё такой момент, когда реально нет какой-то замены, и ты используешь. Но в основном это связано, это не только Кадырова проблема, это и у меня, и у многих-многих чеченцев есть эта проблема. Плохое знание родного языка. К сожалению, оккупация, она всегда бьёт по родному языку, по каким-то обычаям, традициям. Это всегда, в первую очередь, удар приходится по ним. И сейчас он вообще не ведётся на уровне государственной программы, какой-то работы по сохранению языка. Наоборот, всячески уничтожается родной язык. И, разумеется, люди его теряют. Кадыров, да. Кадыров, он и на чеченском нормально не разговаривает. Это, в принципе, не тот. Но я хочу не на его примере, а вообще объяснить, что в целом эта проблема существует. Язык, чеченский язык сегодня один, ну, в числе вымирающих языков. Потому что для того, чтобы язык сохранялся, нужно государство. И нужна вот эта вот поддержка этого языка. Нужен документ оборот на своё родном языке. А когда у тебя в школе тебя учат на русском языке, весь документ оборот у тебя на русском языке, вузы у тебя на русском языке, а родной язык – это просто как дополнительный предмет. Как вот английский язык ты изучаешь в школе, «Вот так у тебя родной язык в школе». Конечно, он страдает. Конечно, люди лучше знают русский язык, чем чеченский. И вот у меня тоже есть эта проблема. Я, к сожалению, русский язык знаю лучше, чем свой родной язык. Джанго. Окей, принял. Кадыровские совещания очень похожи на кастинг слабоумных актёров на ремейк фильма «Тупой и ещё тупее». Эти последние полгода прошлись по ним катком. Выглядят они и не очень безентабельно. Их совещание – это, конечно, вообще отдельная тема. Я, кстати, давно не смотрел. Всё надоедает. И вот эта тема тоже надоедает. Их совещания там всегда есть, что комментировать. Но просто уже надоедает. И вот сейчас я это его совещание с его силовиками пересмотрел и понял, что процесс деградации идёт дальше. Каждый, каждый, кто начинал свою речь, он начинал её с восхваления. Кадырова старшего, младшего, матери. Уф, ой. Это даже для меня тяжело это смотреть. Я представляю, как им трудно это всё изо дня в день повторять. В СССР в джинских школах обучение было на русском. В Узбекистане были школы на узбекском сельской местности. В основном в моём городе из 26 школ только две. Ну, я не знаю, как было в раннем совке. Но в позднем, да, всё было на русском языке. Тонзо, как ты считаешь, как должна развиваться будущая республика Ичкерия по европейскому демократическому пути или по азиатскому авторитарному? Ну, если из двух альтернатив, я вообще считаю, что мы не должны брать везде всё то хорошее и соответствующее нам и использовать это. Но вот если ты из двух путей говоришь, что наша модель, она, конечно, более близка к европейской. Потому что избирательность власти – это вообще обязательное условие, без которого менять шило на мыло я вообще смысла не вижу. Поэтому, конечно, избирательность власти, абсолютная независимость ветвей власти, особенно судебной, это должно быть обеспечено. Это система, без которой невозможно нормальное существование государства. Поэтому, конечно, если в таком смысле нам гораздо ближе, это европейская модель. Ну, за правду, что Басаев планировал воевать до конца и захватить Хабаровск, если удастся, Владивосток удастся и Москву захватить. Да, если бы Кадыров не свалил тогда, не перешёл на сторону России. Они же вместе сидели, когда Басаев это говорил. Ну, что-то Кадырова не хватило до Хабаровска. Томсо, как думаешь, почему якобы либеральные интервьюеры не берут интервью у таких, как ты? Я бы не сказал под либеральных интервьюеров, там многих можно в эту категорию отнести, и с многими из них у нас очень хорошие отношения, и мы записывали интервью. Допустим, в команде Навального есть, скажем, Милов, который явно такой же Путин, только с другой стороны, по крайней мере, по отношению к нам. Но, скажем, есть Любовь Соболь, есть там Васлан Шаведдинов, с которыми я записывал интервью, и тот же Волков, например, у него есть слова по поводу отделения, там, в республике он говорит, ну, если даже они, я не вижу, он говорит, как бы смысла им этого, даже если они это захотят, и мы их относим, ну и что? То есть там разные, понимаете, люди. Да, здесь можно, конечно, говорить о том, верить или не верить, и так далее, но я сужу по каким-то внешним признакам, я имею в виду, что это вся категория людей, ее мы относим к, ну, либеральной, да, сейчас так принято называть. Ну, среди них есть те, с кем у нас нормальные отношения, с кем были, и, возможно, еще будут там, и интервью, и какие-то включения, но есть те, с кем, к сожалению, их не будет, если даже будет, то это будут какие-то дебаты. Нельзя просто всех вот под одну гребенку, понимаете, когда мы говорим вот у российские либералы, и всех их списываем, но есть, допустим, Ходорковский, для которого Северный Кавказ – это Россия, и он пойдет туда воевать, да, есть Шендерович, допустим, для которого абсолютно, у него нет таких убеждений, таких высказываний, мы не знаем, и, наоборот, у него всегда очень, как бы, правильные оценки. Поэтому давайте, наверное, будем отделять хороших от плохих. Кадыров решил сделать ход конем и не брать Москву, а решил сдать всю Чечню, говорит. Кадыров не делает ход конем, он делает ход с конем. Нужно правильно писать. Я сделал ход с конем, сказал он, наверное, как-то в одном из своих интервью. Тут не зачитал. Их души приобрел Иблис, вкусив безбожие отраву. За трон, за деньги и за славу они продались. Продались они уже купили ад за нефть, за должность и за джипы. Неужто был всего лишь липой и твой воинственный джихад? Это цитата из песни Тимура Муцраева. И на этой прекрасной ноте мы закончим, иншаллах, этот эфир. Субтитры создавал DimaTorzok